Итак, всем снова здорова, с вами Фрикстр, и сегодня я продолжу играть в игру Sekiro Shadow Die Twice. И мы начинаем с того же места, с которого начали прошлый эпизод. Все обусловлено тем, что к боссу я не буду подходить напрямую, так как если я подойду напрямую, я не смогу бить собак, которые находятся чуть выше, которые будут кидать у нас молниями. Это очень неприятно, поэтому я лучше обойду, застану, во-первых, босса врасплох, также, во-вторых, еще избавлюсь от этих доставучих песиков. Вот, сейчас я, в принципе, покажу, каким путем я буду к нему идти. Также давайте сейчас как-то, не знаю, настроим нахилки, а то сейчас случайно еще применю... Случайно применю... Ух ты! По мне попали? Что? Во, вот это, на самом-то деле, удивительно. Ничего себе. Эта штука, да, на самом-то деле, очень легко контролится. Ну, парень с мечом, с мячиком, если быть точнее, даже когда он подпрыгивает, можно его залеталить, подпрыгнув вместе с ним. Но, блин, если он попадает мечом, то это неприятно. Я уже потратил одну хилку, хотя, как бы, направляюсь к боссу. Это тоже не очень, скажем так, удачное сечение обстоятельств. Но мы сейчас попробуем... Пополнить себе хп. А, не, не смог я пополнить об этого парня хп. Я думал его залеталить. Но, к сожалению, он не захотел как бы леталиться. Вот, и сейчас мы отправляемся таким вот образом. Ну, то есть, просто обходим это место. Здесь вот внизу еще собачки есть, можно их тоже убить. Но, в принципе, в принципе, интересует меня только вунта, на которую я даже, возможно, кунай бы не пожадничал использовать. Ну, да ладно. Так, все, с ней ничего не выпало. Надо, бывает, что из них что-то выпадает. Так, ну и что ж, поехали. В таком случае, давайте быстренько применяем конфетти. Ну, блин, на мне проклятие страх. Я забыл, что как только мы приходим к нему, он сразу же на нас накидывает. Это проклятие, так называемое. Так, отлично. Так. И давайте его добьем. Будем использовать, конечно же, петарды, дабы его сбить с толку. Вот, и здесь мы начинаем его отбегать, потому что... Блин, ау, успел. Не успел, не успел применить петарды. К сожалению. Опа. Так, на мне там не стакается случайный страх. Блин, запарировал, к сожалению. Поэтому появляется он вон с той стороны. Опять заряжает. Ай, заряжает неприятную вещь. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Умер. Не очень хорошо, конечно. Очевидно же. Ну так, и давайте. Ну так, и давайте. Нет. Блин, он все равно запарировал меня. Так, съедаем. Блин, а тут этой штуке очень сложно оборачиваться. Да, потому что он еще этот луч и проводит дополнительно. Так, умри. Все, отлично. Фух. Одолел. На самом-то деле дар... Ой, ух ты я. Драгоценный лазурит, используемый в улучшениях высочайшего уровня. Лазурит первоисточника, символ вечности. И все, что сделано с его применением, не будет ни ломаться, ни ржаветь. Потому что на нем лежит благословение божественного дракона. Свойства лазурита превосходят человеческое разумение. Такие вещи называют реликвиями божественного дракона. Воу. А это, кстати, неплохо. О, есть статуэтка Дзидзо. Это, ну, неплохо. Лазурит мы изучили. И даже когда я в прошлый раз пытался победить этого босса, ну, то есть у меня не получилось. Но когда у меня полетели сохранения, сейчас я в итоге его победил. На самом-то деле довольно-таки круто, что мне теперь дает возможность использовать лазурит. Так, ну и теперь мне осталось попасть вон в тот, как бы, замок. Но как это сделать, я не знаю. Скорее всего, где-то вот здесь нужно запрыгнуть, что ли. Возможно. Зацепиться нельзя, к сожалению. Видимо, как-то обойти. Ух ты, здесь, по-моему... Нет, нет, нельзя. Ладно, в таком случае сейчас мы отправимся в... Воду. Спустимся. Потому что здесь я еще не плавал. Поищем как раз разного рода... Эй, не достал. Не достал до карпика. Разного рода плюшки. Потому что тут явно что-то может лежать. Вот, допустим. Ценный корм. Но у меня есть тот корм, который нужно отдавать непосредственно. Непосредственно карпу. Ну, типа королю карпов или как-то там. А, вот. Ну, нет. Почему ты такой большой? Слушай. Он плавает где-то там. Хорошо. Я надеюсь, от него можно прятаться как раз вот в таких вот домиках. Мы сейчас можем, в принципе, на него пойти попробовать. Но у меня сейчас и... Перерождалок не очень много. Я надеюсь, его можно ваншотнуть. Ну, в плане того, что... Подойти со спины и... Нанести один такой легенький удар. Поддых. Чтобы убить его. Раз навсегда. Так. Здесь у нас что? Здесь у нас ничего такого интересного. И вот куда он делся? Когда-то сюда плыл. Там что-то пещера какая-то. Или что? Надеюсь, все-таки, что... С ним проблем не будет. Давайте как можно... Ниже плавать. Так. Ну, очевидно, нам туда. Чтобы... За ним. Ну, чтобы к нему попасть. Нам туда. И, возможно, это проход в замок. Блин. Как-то ссыка-то на самом-то деле. Проплывать к карпу. Так. Ну, здесь он нас не видит. Потому что здесь... Трава. Все дела. Ищ. Блин. Ух ты. Он ломает? Можно не надо. Но это то же самое, что змея. По-любому можно как-то ваншотнуть. Воспользоваться какой-то такой возможностью. Типа... Нет. Убил меня в итоге. Так, давайте попробуем его убить. Блин. Нет. В итоге... Кстати, можно его... Я так понимаю... Он делает такой быстрый рывок. Возможно, этот рывок как раз и можно использовать. Ну, то есть, натолкнуть его на что-то. Ну, я подозреваю. Так. Так, на самом-то деле... Точно что с этим делать не знаю. Так. Невидимая помощь. А что мне там, кстати, дали? За него еще денег дали? За этого мини-босса? По-моему, нет. По-моему, сколько было, столько осталось. Но сейчас... Ну, хорошо, что у меня экспириент сохранился. Давайте сейчас еще немножечко пофармим. И потом пойдем непосредственно к... Карпу. Нет. Сначала давайте, наверное, по дну озера вот этого поплаваем. Наверное. Пособираем всякие разные плюшки. А потом уже можно будет и к карпику заглянуть. Ну, думаю, будет довольно-таки неплохо. Надеюсь, что он аж сюда не доплывет. Потому что будет неприятно. Так. Ну, это обычные карпики. Как бы... Красный сгусток. Слышал что-то об этом. Ну, как видели, то есть я его дамажил. Ну, то есть бил этого карпа. По сути, я так понимаю, я ему не наносил урон. Потому что полоски хп даже не показалось. Ну, я могу предположить, что у него, типа, слишком прочная кожа. И его просто катаной не победить. Его нужно как-нибудь либо забайтить на что-нибудь. Либо, не знаю, даже. Либо даже не знаю. Так, здесь у нас более ничего нет. Ладно, поплыли назад. Здесь у нас карп был изначально. Когда мы пытались перейти через мост, он прыгнул и сломал мост. Так, идите сюда, рыбки. Где еще? Так. Да, они, кстати, неплохо так дают экспириенса. Ну, то есть немало. Для существ, которые умирают с одного удара. Так что это можно использовать. Так, вот у нас еще... Нарисовались карпики. Но меня интересовал только тот, который чешую дает. Я не знаю, в принципе, еще можно будет получить какие-то ресурсы, отдавая чешую. Этого я тоже не знаю, как бы. Но, надеюсь, что можно будет так. Ценный корм. Слушайте, а если я... Стоп. А если я действительно применю просто-напросто корм? То есть... Ха, здесь нельзя применить. А ну, а если я в инвентарь зайду? И попробую... Так, вручную применить его. У меня же вроде был там какой-то. Вот, у меня есть такой. Нет, применить нельзя. Ну, то есть нажимаю ли... Безголовый? Где ее? Ага. Он там внизу. А что, попробуем? Или как? Или нет? Но, надеюсь, хотя бы вблизи... Ой. Ой, он что-то еще запускает. Надеюсь, здесь хотя бы можно быстро перемещаться. В отличие от... Его прошлого варианта. Ай, стоп. А я не могу этот. А я не могу зачаровать меч. Это нормально? Ух ты. А то... Прошлый здоровый карп. О, тут хотя бы можно его дамажить. Тихо. Так, флягу хотя бы можно перемещать. Пить под водой. Это приятно. Так, а тут, я так понимаю, два безголовых, да? Вот, что ты делаешь. Ай. Ай. Так, филяемся. Я так понимаю, у него только такие чисто дальние атаки. Ау. Ого. Ничего себе. Дамажит. Дамажит, так дамажит. Так, хорошо. Ауч. Отплываем. Филяемся. И нужно еще раз применить... Ой. Антистрах. Зельку. Блин, хорошо, что под водой хотя бы не нужно применять... Эти как их... Конфетти. Чтобы дамажить... Этого призрака. Воу. Хиляемся, наверное, да? Так, там еще один. Есть. Фух. Добил. Правда, это мне стоило сейчас очень... Благословление, як шару мне дали. Хорошо. А там... Стоп. Так, оттуда тоже кто-то запускал снаряды? Или типа один... Ну, то есть двое... Для двоих одной... Как это сказать? Одна полоска хп на двоих. Ну, могу предположить, что так оно и есть. Блин. На самом-то деле... Да, ничего-то странного. Гусеницы какие-то. Филя. Чешуя. Плюс сундучок какой-то. Таким же образом, я так понимаю, в замке Осина под водой тоже нужно будет сражаться с безголовым. Бусинка отчеток. Вот это приятно. Но гусенички... Блин, прикольные. Светятся. Хы. Гусенички. Так, ну вроде бы здесь мы закончили. Вот тут здание. По-моему, это как раз место, куда... Стоп. А, нет. Блин, я запутался. У меня топографический кретинизм проснулся только что. На самом-то деле, я не знаю, куда плыть, где что. Но там дерево высокое, значит, это тот берег, на котором мы сражались с этим, с мини-боссом. С мини-боссом, который с мячиком прыгал в прошлом эпизоде. Так, ну и... Еще раз, что ли, попробовать с Карпиком подраться. Но, опять же, у меня и хилок уже нет. Да и возрождений тоже как бы не так много. Ну, давайте, в принципе, попробуем еще раз. Может быть, его действительно на что-нибудь забайтим. Так. Есть, хорошо. Карпика убил. Значит, драгоценная чешуя у меня есть. Отлично. У меня, кстати, пятый уровень. Мы можем улучшить действия хилок. Что очень приятно. Но сейчас давайте мы еще раз отправимся к здоровому Карпу. Надеюсь, он нам не сделает такой смачный кусь, из-за которого мы отъедем. Фух, ну, что ж, поехали. Главное, чтобы он нас еще и не заметил. Вот в чем рофл такой. Мы как бы прячемся под травой. Точнее, в траве. Блин. Я все равно немножко... Блин, он все равно меня каким-то чудом увидел, услышал. Так, ну, давайте. Плыть по-быстренькому. Вот так, а куда? Ага, здесь можно всплыть и так. Да, я так понимаю? Эй, почему? Почему я там не могу всплыть? Эй. Нельзя. А если я просто встану вот здесь? Ау. Нет. Ну, то есть, я думал, что он сможет пробить вот эту верхнюю оболочку, на которую я всплыть не могу. Да, почему-то не могу. А, я понял. Здесь вот есть проходик. Я как-то не заметил сразу. Ну и ладно. О, и выход. Отлично. Ну, видимо, справиться с ним нужно не сейчас. То есть, это так же, как со змеей, я так понимаю. Первый раз мы просто глаз прокололи. Блин, этот дудка меня напрягает, потому что тут, когда дудка какая-то играет, это значит, какой-то моб, монстр играет. Так, за водопадом нет ничего. Блин, знаете, на самом деле, во многих играх, где есть водопад, всегда хочется зайти за водопад, потому что уже привык, что есть всякие секретки, отсылки, пасхалки. И за водопадами очень часто бывают какие-то плюшки. Допустим, взять ту же старенькую игрушку, в которую почти каждый играл, серьезный Сэм. Допустим, там за водопадом на стартовой локации во второй части есть секретка, в которой есть плюшка. Да и не только взять серьезного Сэма, разные на самом-то деле игры. Самые-самые разные. Так, это что там наверху? Это коряга. Я думал, что это монстр какой-то там сидит. Блин, у меня уже, знаете, мозг ассоциирует любую корягу с монстром. О, а тут, кстати, у нас есть этот. Как же его называют? Идл. О, Идл. Вспомнил, наконец-таки. Да, действительно, давненько я не играл в Секиро. Так, теперь мы изучение навыков и давайте сделаем лекарство Эммы. Да? Ну так, чисто вкачаю, пускай будет. Ну и, в принципе, пока все. Что это с ними? А это, кстати, видимо, проход в замок, да? Сейчас мы откроем дверь и, по-моему, мы... Ой. Блин, хорошо, что они это проклятие. Не стака, как их друзья в этих... В синих плащах. Кстати, руки похожи на того вельможу. По-моему, это все вельможи. Ну, как раз один из них в кувшине сидит, насколько я понял, потому что руки очень-очень похожи. Так, открываем двери и смотрим, где мы. Да, 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 это как раз то самое место. Тот шорткат. Ну, ладно, давайте теперь пройдемся дальше. Дальше нужно аккуратно идти, потому что подозреваю, что много разного всего нас может поджидать. Потому что как бы... О, семечка тыквы. Приятно, уже два семечка тыквы. Так, это не кнопка. Знаете, довольно часто подобные вещи есть в играх тоже. Такие кнопочки. Так, за замком у нас ничего нет? Блин, так... Эй, почему? Почему тут ничего нет? Такое место укромненькое. Можно было что-нибудь доскинуть. А вон как раз у нас... Ой, стоп, можно же еще и на замок забраться. Посмотреть еще на замке. Да? Да, можно. Но на замке ничего нет. Да, очевидно же. Что тут разработчики как бы пожадничали. Пожадничали, ничего не добавили. Так. Ой, там вон плюшка есть. Ой, и ящерка белая. Я так понимаю, белые ящерки не яд, а проклятие какое-нибудь накладывают. Ну, что-то я так подозреваю. Или чисто просто плют. Просто плются и дамажит. Так, здесь за водопадом ничего нет? Блин. Что такое? Что меня тянет на это? Посмотреть, что за водопадами. Ребят, кстати, если вы прошли игру Секиро и при этом, может быть, нашли какую-то секретку за водопадом, то, пожалуйста, прошу написать в комментариях, вдруг здесь есть, чтобы я как бы продолжал искать. Так сказать. На. Отлично. Правда, я хотел кунайма обычным кинуть. Блин, я спускаюсь на всякие, так сказать, на всякие ненужные места, и потом не могу назад забраться нормально. То есть мне нужно двигаться по этим местам, за которыми можно схватиться крюком. Я так не двигаюсь. Потому что боюсь упустить что-то важное, так как тут можно было подняться, да, просто так, а я дурак. Крюками цеплялся, ладно. Ух ты, это что у нас? Это что такое? Хм, странно. Опа. А что вас сразу двое? Ау, шок. Нет. Так, а если я их просто-напросто пробегу? Я просто не хочу сейчас пока с ними сражаться, плюс идол. Идол есть, отлично. Так, быстрее выходи из идола. Так, внизу там ничего нету. Ау. Ау, да что ж такое, какие же вы настырные. Блин, от этих двух ребят как-то нужно... Этот... Ой, этот с мечом, хорошо. Ау. С мечом хотя бы полегче будет справляться. Ух ты. А чтоб по мне молния сейчас не заехала. Блин. Нет, шок. Нет, 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 нет. Только не шок. Нет, все равно в итоге я погиб. Блин. Какие неприятные типы. С ними на самом деле и по одному, по одиночку их убивать, если все равно сложно сражаться. Тут как бы мне говорят сразу с двумя. Так, а у меня деньги не отняли, что ли? Или отняли? Или у меня тысяча была? Сколько я понял. Так, они вроде где-то ниже. Да? Находятся. Да, вон они стоят. Но к ним подойти со спины как-то проблематично, я так понимаю. Здесь у нас чисто обрыв. Да? Ну, ладно, побежали дальше. Особо с ними заморачиваться не хочу. Обычные мобы явно не мини-боссы. Потому что если бы это был мини-босс, то он явно был бы один и был бы больше, чем другие, допустим, монстры обычные. Блин, еще молнии бьют. Что это, намекнуть что-то? Что-то типа... Кстати, напомнило мне один из эпизодов в аниме One Piece, там где был бог НЛ, который также бил молниями. В тех, кто упоминал его. Так, и здесь, я так понимаю, это НПС. Молиться. Давайте попробуем. Молиться. Субтитры делал DimaTorzok И мне с этим придется драться Мне стоит найти настоящего или что? Не понимаю Они накидывают яд еще А, и параллельно какая-то Мачмола вылезает, да? Так, отходим И, наверное, сейчас будем избавляться от яда Так Вот это, наверное, уберем Подальше Да Так, ну и Ну, я так понимаю, на самом-то деле Что-то у меня такое подозрение Что как только мы справимся с вот этими всеми ребятами Придет настоящий Подобный дракон Или как там его? Старые драконы древа Ну, то есть Настоящий дракон древа Потому что, ну, это плохо походит на боссов Хотя Учитывая то, что в Dark Souls 3 есть боссы Как бы прислужники Или как там их Как-то так они называются Ну, там, где тоже их много Нужно бить настоящих О Вот появились Ау Сбрасываем таргет Потому что Здесь не особо Ух ты Я так понимаю, вот эти ребята как раз и призывают Корешки И нас интересуют только беленькие, да? Ладно Нет, и ХП у драконов древа отнимается Как только мы добиваем хотя бы одного Давайте мы попробуем добить Ух ты, можно зацепиться Ой, можно, кстати Оу А так можно было? Ничего себе Вот это, кстати, было довольно-таки интересно Так Продолжение следует... Ага, ну как я, в принципе, и предполагал. А можно на него таргетом нацелиться или нет? Я так понимаю, парировать нельзя. Да? Давайте отходим, значит. Так. Так, близко нельзя к нему, я так понимаю, подходить. Как только мы близко подходим, то получается мы... Блин, не то. Ау. А вот это было не очень. Ау. Еще раз, не очень. Так, и все-таки можно бабочками его атаковать. Ау. И во время такого удара мы подпрыгиваем просто. Или нет, подождите. Урон прошел, нет? Нет, не прошел. А, нет, здесь нас бьет. А, стоп. Я отбиваю молнию, да? А, тогда отлично. Ух ты. Ау. Можно мне... Отбить молнию. Да, я просто наношу удар молнией. И все. Как бы... Как-то так все и работает. Ау. Хорошо. Ну, вроде ничего сложного. Но... Да. Эу, я ж подпрыгнул. Хорошо. Кстати, станлок. Ау. Блин, нет. Стоп, что? Почему он три раза подряд так больно ударил? А ну-ка. Ладно, побежали. Да дай мне схватиться, пожалуйста. Отлично. А что ты будешь? Падать как-нибудь, я не знаю. Так, меня оттолкнуло. Хорошо. Давайте попьем фляжку. Воу. Что происходит? А скажите... Дайте инфу, как мне... С ним бороться. Так, парирование. Ну, не думаю, что это прям работает. Потому что он как бы... Дальними... Дальними атаками кастует. Ау. Они милишными. Поэтому... Особо-то... Не думаю, что это все поможет. О, появились наконец-таки... Деревяшки. Значит, можно будет за них схватиться. Так, но... Все равно нацелены пока на... Воу. Это что такое? Ау. Быстренько хиляемся. Воу. Да нет, все равно слишком... Слишком... Слишком быстрые атаки. Слишком. Эй, я не смог отбить. А, все. Как-то так. Но мы попытаемся к нему подойти. По мечу, да? По мечу, действительно. Милостливый дар слез. Ачивка. Не, на самом-то деле, эта битва крутая была. Серьезно. Загрузочка, правда, сейчас долго почему-то. И я оказался в замке Осина. Мне дали воспоминания божественного дракона. Божественный дракон. Древнее божество. Вечно цвета. Слезы божественного дракона. Слезы, которые даровал божественный дракон. Получить милостливый дар слез можно только с помощью клинка бессмертных. Тело божественного дракона бессмертно. И его слезы. Однажды пролитые будут вечно сохранять свою форму и не высохнут. Если божественный наследник выпьет эти слезы, он узорит плод разрушения уз бессмертия. А, кстати. Дедок, ты чего? Чего с тобой? Чего с тобой? Ключ от тайного прохода. Тайный проход находится у края рва, у резервуара Осина, недалеко от лунной башни. Кура убежал из замка через этот проход, и волк должен следовать за ним. Куро убежал из замка через этот проход. Куро убежал из замка через лунной бессмертия. Я так понимаю, сейчас будет окончание игры. Я так понимаю, что я не могу ждать. Я не могу ждать. Я не могу ждать. И, возможно, некоторых боссов я пропустил, потому что мне рассказывали, что есть секретные боссы. Но я сразу говорил, тихо, закрой рот. Потому что я хотел сам это все изучить. Вот. Поэтому, как бы, я не знаю, открыл ли я этих секретных боссов или нет. Ну, в принципе, если игра сейчас закончится, вы можете, конечно же, написать что-нибудь в комментиках насчет того, где как раз какого босса можно открыть. Но это только если в том случае, если я закончу игру и начну новую игру плюс. Все, ты больше ничего. А, вот. Можем отдать семечко тыквы. У нас их два. Отдаем еще одна. Да, и у меня дали лучшая фляга с лекарством. И мы можем дать ей напиток. Ну, давайте дадим что-нибудь. А, возлияние. Все, раньше надо было думать. Пожалуйста, идите к господину Кура. Хорошо, я, конечно же, это сделал. Давайте я для начала отдохну. Потому что слегка подустал. Десять фляг с эстусом. Ой, эстусом. Тыквенный сок. Да. Называем его тыквенный сок. Ну, и, в принципе, можем отправляться. К господину Куру. Так, здесь выйти нельзя. Но, вон там открыт проход. Значит, там явно через то место. Но я еще бы, конечно же, сходил к... Блин, все горит. Ой, что у меня с FPS-ами? Я бы еще сходил на пару-тройку мини-боссов, которых я видел, но так и не сражался. Тем более, я не всех безголовых еще победил. Так что, дорогие друзья, на этом я пока закончу. В следующем эпизоде мы еще побегаем по другим мини-боссам. Допустим, призрак, которого мы одолели в начале этого эпизода, еще есть такой. Помню, я его видел где-то в глубинах Осина или в пещерах каких-то. Вот. Пойдем в следующем эпизоде на него. А на этом, дорогие друзья, все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, эпизод вам понравился. Хочу сказать свое мнение. Битва с драконом была крутая. Она была простая, но при этом это очень круто выглядело на самом-то деле. И я надеюсь, что вы что-нибудь тоже черканете в комментариях насчет этой битвы, как она вам. Понравилась ли вам, в принципе, этот эпизод, само собой. Также оценивайте видео лайками и дизлайками. Тут на ваше усмотрение. И подписывайтесь на канал, кому понравилось. Также жмакайте на колокольчик, кто уже подписан. И чтобы узнавать о новых видосиках. На этом все. Всем до скорого. Спасибо за просмотр и пока.